Дорогие наши братья, добровольцы, сыны Кавказа, юга России и всей России. В первые же дни войны, когда возникла угроза самому существованию абхазского народа и всего народа Абхазии, несмотря на препятствия, преодолевая суровые перевалы, мы, через границы, вы пришли сюда, чтобы вместе с нами защищать честь и независимость маленькой Абхазии. Вы пришли сюда потому, что в наших жилах течет одна кровь. Вы пришли сюда потому, что не могли спокойно смотреть на то, как убивают женщин, стариков и детей. Вы пришли сюда потому, что здесь, в Абхазии, сильный и вооруженный до зубов пытался навязать свою волю слабому и безнужному. Целых 12 месяцев, целую вечность, длилась эта война. Десятки сынов народов Кавказа и Юга России, сотни сынов народов Абхазии сложили свои головы здесь. Вечная память и вечная слава этим ребятам, вечное признание и сочувствие всем близким этих ребятам. Их имена, я уверен, будут навечно вписаны в историю Абхазии, Абхазии в историю Кавказа. В качестве первого шага по защите тех, кто пострадал здесь у нас в Абхазии, кто стал, получил ранения, Президиум Верховного Совета Абхазии принял поспление. Я подчеркиваю, это только первый шаг по защите социальных тех, кто воевал в Абхазии. Этот указ гласит. Знак признательности за обратную помощь, оказанную при защите Республики Абхазии, отруженной агрессией Республики Грузия, из создания добровольцев из Республик Северного Кавказа, Южной Оси Юга России, условий для лечения отдыха, Президиум Верховного Республики Абхазии постановляет. Для приема до войны в Абхазии членов их семей, а также семей погибших из Адыгей, Гвардина Балкарии, Карачаева Черкесии, Чеченской Республики, Южной Сети Юга России ежегодно выделять бесплатно 200 путевок в санаториях, домах отдыха, пансионарах и турбазах Республики Абхазия. Вместе с тем, при всей горечи утрат, мы не должны забывать и о наших славных победах, о блестящей победе в Гагра, блестящей военной операции, о замечательных операциях в Ачимчирском районе, на Гумистинском фронте. Своим мужеством и героизмом вы доказали то, что поется в песне славного чеченца, который своими песнями призывал к мужеству, призывал к победе, имам Паши Алим Султанова, то, что враг не страшнее кинжала, когда ты, братья, с тобой. Дорогие наши братья, сердечная вам благодарность, низкий поклон, низкий поклон матерям, всем вашим близким, отцам, детям, которые имели мужество послать вас сюда, чтобы защищать маленькую Абхазию. земной поклон народам, которые воспитали таких героев. Я уверен, что в самом ближайшем будущем вы вернетесь сюда не для того, чтобы защищать уже Абхазию с оружием, а для того, чтобы почтить память своих братьев, которые пали на этой зле, чтобы вместе с нами строить новую Абхазию и вместе с нами радоваться жизни и счастью. Спасибо вам! Ребята меня попросили от имени добровольца в Чечне, это может быть скромный подарок, но здесь символика на часах чеченское знамя и герб, подарить от имени добровольца в Чечне и председателя Верховного Совета Абхазии Владислава Львовича Абхазия. АПЛОДИСМЕНТЫ Сейчас средства массовой информации много говорят о конфедерации горских народов, которая незаконно помогает Абхазии в этой войне. Их обвиняют в том, что они являются наемниками, выплатят им деньги, и они воюют на вашей стороне. Что вы можете сказать по этому поводу? Действительно, средства массовой информации Грузии и некоторой России развернули такую мощную пропагандистскую кампанию по дискредитации тех людей, которые прибыли в Абхазию, чтобы защищать ее народ. Действительно говорят, что это наемники, что они получают плату, что они не подчиняются приказам командования. Я думаю, это абсолютная ложь, потому что единственная плата этим людям, которые пришли помогать Абхазии, это право быть и стоять вместе с нами здесь, защищая Абхазию. И это вполне дисциплинированные и мужественные воины, которые защищают Абхазию. Должен сказать, что кроме представителей народов Северного Кавказа, здесь очень много русских, причем ребят как с Северного Кавказа, так и из Москвы, Ленинграда, которые тоже прибыли сюда по зову своего сердца. Я должен отметить, что в частности в заявлении Президиума Верховного Совета Российской Федерации они названы добровольцами. Подпадают под положение Гаакской конвенции 1907 года, в которой речь идет как раз о добровольцах и участницей вот этой конвенции является и Россией. И с моей точки зрения ни с правовой, ни с нравственной точки зрения нельзя оправдать возбуждение уголовного дела против Конфедерации горских народов Кавказа. Уголовное дело возбуждается против тех, кто борется против геноцида, а не против гражданина России Эдуарда Шевернадзе, который является инициатором и руководителем вот этой акции, вопиющей акции в Абхазии. А вообще, как Вы считаете, они получают деньги? Вот у Вас есть какие-то официальные официальные данные, что вот эти ребята, которые воевают на Вашей стороне, за что тогда воевать с ними за деньги? Ну, за что, скажем, воевали, в принципе, люди в Приднестровье, которые отправлялись для того, чтобы помочь народу Приднестровью, за то, чтобы отстоять, понимаете, идёт вопиющее нарушение прав человека, идёт уничтожение народа, причём уничтожение, в первую очередь, гражданского населения. Это происходит на глазах всего мира. И люди пришли, видя эту вопиющую несправедливость, вместе с нами защищать, защищать Абхазию. И вот, по-моему, такой мотив, главный мотив участия этих людей. Они говорят о том, что не уйдут, пока не решится вопрос и не будет остановлено уничтожение гражданского населения, уничтожение народа Абхазии. Конфедерация горских народов в большей степени объединяет всё-таки мусульманское население. Как Вы относитесь к этой проблеме? Потому что сейчас уже стали говорить о том, что идёт как бы мусульманизация Абхазии, то есть мусульмане, турки, мусульмане, конфедерация горских народов помогают православным, ну, христианам, скажем так. То есть это как-то немножко не согласуется по вероисповеданию. Ну, я думаю, это тоже очередной, это подтасовка фактов, подтасовка фактов, потому что, во-первых, на Северном Кавказе ведь живут, и Северокавказцы где-то не одни мусульмане, и христиане. Во-вторых, значительная часть древняя страна христианства. поэтому я думаю, что это просто специально подкидывается такая версия по поводу вот так, мусульманского фактора, для того, чтобы как бы стало все понятно, что здесь идет по как бы религиозному признаку. Вот, но в действительности в любой цивилизованной стране, и к каковой, я считаю, относится Абхазия, могут существовать и должны существовать любые конфессии. христианская, там, скажем, доиска и другой, это нормальная форма существования любого государства и любого общества.